сегодня делаю варенье из фихуа без варки нам надо очистить вот эти края вот эти ветки всякие вот эти вот места где немножечко подпорчено если совсем плохая то лучше вообще не кладите вот так вот все буду что делаем дальше итак я буду прокручивать через мелкую решетку в мясорубке если хотите можете блендере сделать но блендер это долго и у меня чаша маленькая мне вот например так не прокрутила вот они в мелкую но нам надо еще погружным блендером можно знаете вот так вот и оставить единственно что бог погружным получается еще мельче нежнее и плюс еще сахар быстрее растворяется в нем сахар добавляю я на килограмм фихуа добавляю 800 грамм потому что я его долго хранить не буду я его буду кушать я не выдержу столько ждать сейчас и так зима куда еще ждать то ее вот я к чаю буду в течение нескольких дней дней его кушать вот так вот блендером погружным как бы и сахар растворяется быстрее и мякоть нежнее станет я хочу а вот еще сахар почти растворился на 80 процентов где-то 20 процентов вот он еще есть чувствуется оставлю где-то ну максимум на полчаса и вот так вот буду периодически мешать где-то каждые 10 минут 15 минут если у вас чувствуется сахар оставьте пускай на два часа на три часа но периодически надо мешать и хочу сказать что она очень сильно темнеет но сразу темнеет это нормально ничего страшного от этого она не портится даже в баночке вы увидите когда она вот откроете верхняя часть слой такой потемнел это нарвали все надо обязательно проверять чтобы попробуйте сахар обязательно должен полностью раствориться значит на вкус вот и свежем варианте ну я имею ввиду без сахара он немножко кислый до такой такая кислая клубничка на вкус кто не знает а вот именно в таком варианте бывает же на обычная клубника тоже такая иногда не сладкая например у меня сын любит с сахаром его вот точно так же на вкус как сладкая такая клубника ну это очень вкусно поэтому после того как сахар растворился собираем баночки баночка у меня не стерилизованная потому что я еще раз говорю я долго не буду хранить максимум неделю две банки а если у вас очень много и вы собираетесь хранить его долго но в любом случае его надо в холодном месте хранить если у вас балкон не холодный то в холодильнике обязательно хранить надо вот если у вас если вы собираетесь хранить его долго то обязательно надо про стерилизовать банку и крышки вот у меня не стерилизованы потому что я еще раз говорю я скоро его съем вот из килограмма у меня получилась эта банка маленькая 450 где-то ну вот еще вот столько где-то грамм 200 наверно здесь я вам очень рекомендую этот фрукт покушать эту ягоду это очень полезно очень много витаминов здесь и очень вкусно те кто не пробовал это очень вкусно иногда проходит вообще не знает что это в магазине ну как можно его не знать это же такая вкуснятина в общем я всем советую есть еще несколько вариантов еще полезнее его сделать один вариант точно если я успею еще купить то еще вам приготовлю покажу надеюсь вам все понравилось всем пока 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 пока